Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня в работе вот такие вот декабрьские, еще до новогодние ногти. Все блестит, все переливается. Ногти смотрятся аккуратненько, миленько, поэтому клиентка ждала, когда у меня появится свободное окошко, чтобы я смогла ее принять. И вот, наконец-то дождалась. Это моя работа. Видео есть на канале. Ссылочку оставлю в описании. Можно посмотреть, какие блестки я здесь использовала. Не знаю, актуальны еще голубые и синие блестки будут, но, возможно, для кого-то это актуально. Очень красивые синие переливающиеся блестки, кстати, от Космопрофи. Приступаю к работе. Первым делом убираю длину. Я уже знаю эти руки, поэтому знаю, что на ногтях безымянного пальца и мизинца ногтевой ложи самая длинная по соотношению с другими ногтями. В этот раз клиентка сказала, что хочет короткие квадраты, поэтому я сначала убираю длину именно на ногти безымянного пальца. Убираю ее в ноль. Практически вот до гипонихия. Снимаю старый материал. Как обычно, оставляю тонкую подложку. Полностью убирать материал смысла не вижу. Во-первых, это хорошая основа. То есть, вот этот вот тонкий слой имеет хорошее сцепление с ногтевой пластиной. Раз не дал от слоек за предыдущую носку. Значит, будет хорошим каркасом и основой для нового покрытия. И плюс ко всему, не нужно лишний раз допиливаться до натурального ногтя и травмировать его. Ну и, собственно, по этому ногти теперь я ровняю все остальные. Когда покрытие сняла, приступаю к опилу пилочкой. Придаю форму свободному краю. Здесь будут не совсем квадраты. С острыми углами клиентки ходить неудобно. Поэтому пилочкой немного как по дуге опиливаю торец. Получается, что углы немного подняты будут. При таком опиле углы не так мешаются в носке. Они не такие острые и вообще более комфортны. Обязательно опиливаю поверхность. Управление сотрошей части ногтевой пластины. И, собственно, стараюсь выровнять ноготок, чтобы у меня была ровная площадка, ровная поверхность для выравнивающего слоя. Следующий этап это маникюр. Отодвигаю кутикулу, открываю под кутикульный карман. Очень аккуратненько делаю это пушером. Пушер хорошо разделяет налипшую на ноготь кожу, оставляя птерики на самой ногтевой пластине. А под кутикульный карман открываю для обработки. Ну и далее работа фрезой. Прохожу сначала по ногтевой пластине, убираю остатки птерики. Я прочищаю обысковую пазуху, если нужно, немножко фрезой работаю по ногтевой пластине, чтобы убрать материал, который остался. Если я вижу, что он дает мне какой-то объем. Если все нормально, то этого можно и не делать. И далее щечкой фрезы я работаю непосредственно с упором в кожу, приподнимаю кутикулу для среза и шлифую кожу изнутри. Все те же самые действия на реверсе и с другой стороны. Срезаю кутикулу. Фрезой шар. Фрезой пламя я работаю на скорости 9000 оборотов. Фрезой шар я работаю на скорости 34000 оборотов. Но нужно понимать, что у каждого аппарата своя мощность. Соответственно, на этой скорости 34000. На разных аппаратах с разной мощностью фреза будет работать по-разному. Хорошенько убираю пыль и ногти готовы к покрытию. На подготовленные ногти, хорошо обезжиренные, прям несколько раз я прошлась спиртом по ногтевой пластине, я теперь наношу грунтовочный слой каучуковой базы, хорошенько втираю материал в распушенные чешуйки ногтя. Слой этот тоненький, наношу сразу на все ногти. Укреплять буду гелем от Космопрофи Милки. Очень красивый молочно-нюдовый оттенок. Он, конечно, больше молочный, в баночке прослеживается нюдовый оттенок, а когда я наношу на ноготь, слой намного тоньше, чем в баночке толщина материала, поэтому нюдового оттенка практически не видно. В основном, конечно, смотрится как молочный фон, но все-таки есть маленькая нотка нюда, что придает такую какую-то изюминку этому покрытию. Наношу материал, распределяю по поверхности, тоненькая кисточка, как обычно, подвожу к кутикуле и к бокам, обязательно переворачиваю руку ногтем вниз. Не всегда с первого переворота получается ровный блик. Ничего страшного, беру тоненькую кисточку, довожу материал туда, где его не хватает, убираю там, где его излишки. Но если я вижу такой вот наплыв небольшой получается, я с этого места увожу материал. В основном увожу в центр, там, где и должно быть наибольшее количество материала. Вот такие красивые ноготочки получились. Ну и теперь цветное покрытие. Клиентка выбрала вот такой вот оттенок. Это коллекция Golden Rock от Cosmoprofi. Здесь в цветной основе золотистая поталь. Оттенки разные есть в этой коллекции. Ссылочку оставлю. Проходите в описании. Переходите по ссылке. Сами смотрите. Сегодня клиентка, как основной фон, выбрала вот такой вот ментоловый оттенок золотой поталь. Наношу его на ногти, где не будет дизайна. На втором слое пододвигаю кутикулу, чтобы можно было подальше нанести цветной гель-лак. И наношу второй слой. На втором слое получается более плотный оттенок. Вообще эти гель-лаки, они немного полупрозрачные. Я так понимаю, что это сделано специально, чтобы через второй полупрозрачный слой просвечивалась поталь на первом слое. И действительно, первого слоя поталь, она такая вот мутноватая, но все равно она просвечивается. Еле видно, но это придает своего рода шик вот этому вот гель-лаку. На ногтях, где будет дизайн, я наношу гель-лак из этой же коллекции, только уже под номером 5. Это молочный гель-лак. То есть также с золотой поталью. И теперь дизайн основным цветом. Я рисую листики. Пару листиков на каждом ногте. Черной гель-паутинкой я прорисовываю эти листики. Гель-паутинка дает такую тоненькую, нежную, изящную линию. В этом дизайне, мне кажется, это прям то, что нужно. И можно еще добавить пару листиков, которые без цвета. Добавляю черные точки, типа это семена у цветочка. И осталось прикрыть все ногти топа. У меня Gloss Top Ultra от Cosmoprofit. Топ без липкого слоя, средней жидкой консистенции. Отлично распределяется по ногтевой пластине. Но, несмотря на то, что средняя жидкая консистенция, им легко можно довыровнять мелкие недочеты на финальном этапе. Топ дает красивый глянец и хорошо носится. Я уже неоднократно показывала видео, как клиенты возвращаются с покрытием. И все у них замечательно. Ну и, собственно, вот такая нежная уже весенняя работа у нас получилась. Как-то быстро вот отходят зимние дизайны. Когда лето проходит, мы все лето рисуем какие-то яркие, сочные, летние принты. Даже иногда это заходит и на осень, на сентябрь. Но зимой проходит декабрь, проходит новогодние праздники. И все клиенты уже хотят что-то ближе к весне, что-то нежненькое, что-то такое вот. Ссылку на интернет-магазин Космопрофи оставлю для вас в описании под видео. Обязательно подписывайтесь на их соцсети. У них выходят новиночки. Сейчас вышли акрилатики с шиммером. Невероятная красота. Вы делаете укрепление. Красивый нюдовый камуфлирующий оттенок. Плюс мелкий шиммер. Просто загляденье. Все вот эти вот новиночки в первую очередь выходят в их соцсетях. Там они о них рассказывают в первую очередь. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну а я надеюсь, вам было со мной интересно. Если это так, жду от вас лайк. Мне будет очень приятно. Спасибо, что были со мной до конца. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok